Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко и Валентина Ивановна, только сейчас с работы тоже приехала. Я говорю, подключайся. Короче, ребятки, сегодня у нас видео будет на тему автомобиль, на тему колодки и на тему резины. Просто, когда у меня последнее видео было, где я рассказывал, что я поменял тормозные колодки, то есть там диски вместе с этими ключами, я сказал, что это дороговато, но я не имел ввиду, что это самое, что я не мог найти дешевле. Спасибо вам за комментарии, вы очень много писали, но я вам просто хочу рассказать один случай и сказать вам, что допустим на тормозах и на резине никогда экономить не надо. Поэтому я и выбирал, чтобы они более-менее качественные были. То есть мы покупали фирму Bosch. Конечно, в интернете, ребята, вы можете найти эти накладки и эти шайбы намного дешевле, но я тут с людьми общаюсь. Я раньше, когда у меня не было YouTube, я часто у ребят был в мастерской, мы там сейчас сидели, разговаривали, и многие тоже рассказывали, что они покупали по дешевке, и получалось, что в течение года им опять приходилось все это менять, потому что качество барахла, вот представьте, ребята, если вы купите, допустим, сами диски, а там металл будет сырой, или даже эти шайбы, только на год хватает. Окей, купили вы, допустим, там на 50 или на 100 евро дешевле, но вам опять через год нужно менять, понимаете вы? Вот и поэтому я сразу сказал, что дешевую я не хочу, я хочу, чтобы более-менее было такое хорошее качество, конечно, не такое то же самое, такое титановое, там, да, например, говорю, а ну, чтобы более-менее качественное было, и поэтому мы купили фирму Bosch. Я считаю, что она все равно мне на несколько лет хватит. Фирма Bosch хорошая, конечно. Да, поэтому мы так и хотели сделать, вот, насчет тормозов и насчет резины тоже. Я же говорю, что экономить не надо на тормозах, не надо экономить на резине. Просто я вам сейчас расскажу один случай, подтверждает к тому, что я говорю, что даже на резине экономить уже не надо. Помнишь, Мали, когда мы купили автомобиль, Passat был, это было, в 95-м году мы его купили, 11 или 12 тысяч, я же не помню, или больше стоило? Нет, 12 тысяч стоило сразу наличными. Да, это было, она была, 91-го года машина тогда, 90-го или 91-го, что-то такое. Ну, короче, 5 лет машине, так скажем, 4 года, ну, сейчас точно не было. 4 года, наверное, 4, да, у нас сейчас 91-го она была. Как бы ни было, ребята, короче, мы были, купили машину, да, и летом поехали в Казахстан. Мы поехали сперва в Петропавловск, а потом в Кустанай. Вот у нас получилось, ребята, пока мы съездили в Казахстан, туда и обратно, там по месту, по месту, пока мы тоже там мотались, где-то получилось, наверное, 13 тысяч мы наездили. Вот только вот отсюда еще ехать до Петропавловска получается 4,700. Плюс там, то, что мы еще в Кустанай поехали, там еще катались по месту, да, потом обратно собрали, получил 13 тысяч, и потом ближе к осени уже резина, ну, 13 тысяч все-таки пробежала, да, машина, там резина уже не стояла новая, потому что машина уже была бывшим употреблением, бэушная, да, вот. И ближе к осени, она была мне тоже резиной, и я решил их сэкономить. Короче, купил резину тоже бэушную уже, но протектор, ребята, это был, ну, как на новую, как на новую, просто она была сама по себе старая, просто я тогда внимания не обратил, год выпуска этой резины. Ну, там даже резиночки были, ну, под дешевкой, не помню, за 120, по-моему, марок, 4 баллона, да? Урвал. Урвал, да, я думаю, молодец, валютная марка, Урвал, 4 баллона. Я говорю, там даже еще эти резиночки пипетки торчали, их дешево так, за 110 или что-то я еще торговался. Думаю, молодец, Урвал. Ну, ладно, она смотрела за резину, да, как новая. Они еще, знаете, что делать, специально таким этим, покрывают ее, когда выглядит вообще как новая. Ну, я не посмотрел, короче, и говорю, какого года было выпуска. В общем, получилось такая, как раз уже было глубокой осенью где-то, а Валентина Ивановна, она была ездить на работу в Гамбург, где она уже 4 часа утра уезжала. Вот, она ездила уже, я потом ездил на Фейсваген, на этом, джет там у нас была старая, старая еще, да? Я ездила на джет, а ты уже сказала, нет, теперь я буду только на этой красной ездить. Вот, короче, она когда поехала, у нас там автобан недалеко был где выжить, где-то метров 30, наверное, сразу был у нас уже съезд на автобан. Ну, короче, она у меня будет где-то в 5 часов, наверное, она у меня будет утром. Я, говорит, машину разбила. Ну, я говорю, сама как она, говорит, да нормально. Я говорю, ну все, спи дальше. А я эргировалась, я думаю, что он не встанет, не посмотрит, мне покоя нету сейчас, адреналин. Я, получается, ее ругать буду, машину разбила, машину разбила. Я говорю, сама это нормально, нормально. Ну, короче, ребятки, получилось так, что. Когда она в автобан была, только съезжала, и, короче, был левый баллон лопнул. И получилось, что она прямо врезалась в планку, которая есть на автобане, которая разделяет полосы там посредине планки. И она как раз въехала под планку, получилось. Получилось, что капот накрылся, крыло левое накрылось, потом там тяга рулевая накрылась. Не помню, что-то еще, наверное, было. И, наверное, двигатель немного. Нет, двигатель уже потом было. Вот, ребята, мы все опять отремонтировали, опять там около тысячи, наверное, в нее вложили деньги. Хотя до этого, после Казахстана, еще мы меняли, тоже были подшипники спереди. Мы уже нашумели, только тоже были подшипники поменяли, потом эту резину я купил, сэкономил. Потом Альтина Ивановна под это врезалась, опять отремонтировал. А потом через время и двигатель, что-то там начал на распредвала стучать, и кое-как его за пять тысяч спикнули. Поэтому, ребятки, я вам говорю, не экономьте на тормозах и не экономьте на резине. Потому что это такие вещи, что они должны быть все-таки из качественного сделаны. Та же материалы, в том числе тормоза. И что, Аля, хочешь сказать еще? Я говорю, наверное, это мое счастье, что я не успела разогнать машину, и что утром машин не было никаких. Ну ты даже на автобане развернулась, там же и выехала. Да, я справа, парень, я не то что развернулась, я назад, заднюю скорую включила, назад и сразу здесь. Мне ближе надо было выехать же. Ну да, сразу же, тут же. Получается, я только съехала и все сразу включила. Да, я и не поняла, что-то меня направо кинуло, а потом налево. Я пыталась руль выровнять. А левый баллон же лопнул был. Не помню, ну я знаю, что-то. Ну как было ни было, ребятки. Как я и говорил, на нашем опыте мы уже знаем, что резину лучше не покупать. Эта машина идет не на продажу. Как у нас многие делают, покупают дешевые запчасти, когда машину на продажу готовят. Это дело другое, да? Не ты будешь ездить, так скажем. Хотя, в принципе, тоже нельзя так делать. А для себя, ребятки, нужно все равно, чтобы была качественная. Именно ходовая часть резины должна быть качественной. Мне как будто сверху Бог сказал, живее еще надо. Нет, ну серьезно, смех смехом, а он так и есть, ребятки. Поэтому я и говорю еще. Я считал просто, я думал, что будет дешевле намного. Но получилось так, что только на передние самые колеса получилось у меня, я вместе с лампочкой, получилось у меня 280 заплатил. То есть еще и лампочку поменяли. То, что еще, видите, ребята, все-таки хорошо, когда ездишь к знакомым. Он тоже заработал на этом. Конечно, он еще мне сделал, точно эти 19% он убрал. Они стоили вообще 300 с копейками. Получилось так, что он 20% еще убрал, как была фирма. Поэтому он минус убрал мне 20%, а 19%. А за работу я ему заплатил какую-то сумму, не знаю, сколько. Ну дешево тоже. И поэтому он все равно заработал на этом. Просто запчасти он заказал, как на свою фирму. Мне сделал дешевле, на эти 19%. Но то, что он работал, за работу я ему заплатил. Получилось, что у меня обоих выгодно. Вот. Поэтому я и говорю, ребятки. Лампочка у меня, он мне поставил, взял всего 5 евро, получается, да. Он мне еще заливал еще в радиатор, он заливал еще жидкость. То есть тоже бесплатно. Поэтому это удобно. И понимать, что дома можно менять. Но я раньше тоже все сам делал. И колодки все это сам менял. Разледился? Да не то, что Валера разледился. Там удобно. Там вот ее поднял и поднесу, можно сам машину посмотреть. И еще, я смотрю. Нет, скоро там уже выхлопная крадык. Она уже ржавая вся. Ну, 10 лет уже прошло. Скоро ее уже менять надо будет. Когда ты поднимаешь, ты все равно смотришь. А еще ты просто так поедешь туда. За один час, что ты этим пользуешься, 30 евро надо заплатить. А тут еще все так посчитать вместе. Она то и выходит. Когда так, ребятки. Все, ребята, на этом было все. Просто я хотел сказать наш случай, рассказать свое мнение, что именно на тормозах и на резине, ребята, лучше не экономьте. Потому что это ваша жизнь, тем более у вас еще малые дети. Не только вы с себя там, знаете, там еще с детьми едете. Это вообще эта труба. Новую резину обязательно нужно ставить. Новую резину. И чтобы это самое качественное тоже были тормоза. Это по-любому. Все, ребята, на этом все. С вами был Вагдемарко. Вагонтинная ванна. Упала. Пока. До следующей встречи.